Взрыв в 5 утра разбудил жителей района на окраине Кропивницкого. Буквально через пару часов в главке нацполиции области сообщили. Неизвестные взорвали автомобиль оперуполномоченного СИЗО. Водитель в тяжелом состоянии госпитализирован. Хотя на фотографиях, которые предоставили в полиции, белая нива без явных повреждений. На месте взрыва осталось черное пятно и следы красной жидкости. Местные жители подтвердили, взрыв слышали. Но вот водитель, как видели, остался невредим, сел в машину и уехал. А в областной больнице врачи заявили, что пациента, пострадавшего от взрыва, они не принимали. Сильный взрыв. Нива стояла. В общем-то, никого возле нее не было. Паренек какой-то шел, я не знаю, с мобилки снял. Я опять, как говорится, спряталась. Выглядываю, смотрю, у Нивы открытые двери, и водитель идет отсюда, с этой стороны. Я думала, наверное, Нива или сломалась. Оказывается, водитель сел в Ниву, дверь захлопнул, потом сюда быстренько развернулся, поехал. До нас в областную лекарню, ни за амбулаторной, ни за стационарной допомогой, такой пациент, пострадавший, не звертался. И на сегодняшний час у нас нема пациента ни в реанимационном отделении, ни в других отделениях, который бы пострадал от этого выбора. А вот буквально во время нашего эфира в полиции интригу развеяли. Оказывается, сегодняшний взрыв был лишь имитацией ранее раскрытого покушения на одного из руководителей местного СИЗО. Организатор и соучастник преступления уже задержаны. Организатор и соучастник преступления